Приветствую вас, дорогие мои друзья! Как я и обещала, снимаю для вас видео в субботу. На самом деле, мне очень приятно, что вы меня ждёте, что вы меня понимаете. И сегодня я хочу просто с вами поболтать, показать, чем я занималась эту неделю. Ну, не всё, конечно, какие-то фрагменты, потому что дел было много на самом деле. Я сейчас учусь, как я уже сказала, что сильно на эту тему распространяться я не хочу. Просто вы сами понимаете, потому что нужно сначала сделать дело, а потом уже об этом говорить. Но я сейчас в процессе, учёба началась, я этим занята целыми днями. Иногда я могу выбрать момент, чтобы встретиться в обед, скажем, с кем-то перекусить, почитать книгу, сделать маникюр себе или близким, или родным, или знакомым. И кое-какие моменты из этой недели я вам покажу и расскажу. И ещё я решила в конце делать такой обзор каких-то своих вещей. В прошлый раз я показала свои сумки, которыми я пользуюсь. Сейчас я покажу свой парфюм, которым я пользуюсь осенью именно. И я думаю, что такой формат вам больше всего нравится, потому что он в перемешку. Мне уже об этом написали, мне очень приятно. Так что давайте посмотрим, чем я занималась на этой неделе. Небольшой видеоряд, и потом всё покажу и расскажу. Вот такая прелесть у нас на площади Корно наблюдается сейчас. Уже конец октября. Вот такая красота. Сегодня у нас встреча с моей подругой. Мы решили пообедать в ресторане, обсудить наши новости. Я вам сейчас покажу, как это всё происходило и где. Погода чудесная. Сейчас лето. Мы решили пообедать на террасе. И вот встреча у нас происходит на площади Белькур. Я встречаю подругу издалека, показываю, в чём я одета, как она просила. И мы отправляемся искать ресторан. По пути встречаем очень интересный магазин с украшениями. Здесь представлены многие бренды с бижутерией. И не только. Здесь есть также серебро и золото. И я вам показываю витрины. Вы знаете, он на меня оказал такое впечатление. Я его раньше не видела. Я решила сюда попозже заглянуть и посмотреть более подробно. Потому что украшения действительно интересные. Серьги крупные. Если у меня есть зрительность, за которым этим интересуется. У меня такие есть. Танечка, привет. То я думаю, что их заинтересуют вот такие варианты. Вот эти серьги просто прекрасные. Они размером, наверное, сантиметров 8. Возможно, даже тяжёлые. И вот такие варианты колец. И опять же, серьги, буссы. На второй витрине представлены более спокойные украшения. Меньшего размера, но не менее красивые. Всё зависит от вкуса покупателя. И серебро и золото находятся рядом. Здесь, конечно же, другая цена абсолютно. Здесь натуральный камень, натуральный металл. И брошюра, в которой представлены все украшения. Проходя мимо магазина Мизон, Стыла и Сьюзи, мы видим вот такие варианты луков. Конечно же, леопард, коричневый цвет. Обувь Мэри Джейн. Но цены вы видите на витрине. Это средний ценовой сегмент, медиум. На самом деле, такие магазины часто я вижу пустые. Буквально один-два покупателя. В то время как масс-маркет всегда заполнен людьми. И это факт, который нельзя не признать. Ну что ж, мы приближаемся к нашему ресторану. Погода чудесная, небо синее. Я думаю, что мы посидим на террасе. На самом деле, эта улочка просто заполнена ресторанами. Можно выбрать на любой вкус. Мы выбираем рыбный ресторан. Мы думаем, где нам присесть. И все-таки решаем занять стол на улице. Потому что погода хорошая, тепло. И людей не так много, кстати, как ни странно. Хотя обеденный перерыв. Но ресторан практически пустой. Обычно в рыбных ресторанах все-таки стоит брать морепродукты. Что мы и делаем. Я выбираю тартар из лосося. Моя подруга выбирает паэлью. И берем что-нибудь выпить. У меня, как всегда, вода. О, подруги, коктейль. Вот так выглядит тартар из лосося. Украшенный орешками, арахисом и гранатом. И картошка фри. Я выбрала такой аккомпанемент. На десерт нам посоветовали тысячелистник. И мы не пожалели ни капли об этом. По пути мы зашли в магазин, который называется «Контуар до Матильды». Прилавок «Матильды». Здесь можно найти потрясающий шоколад. Даже шоколад горячий можно взять с собой. И всякие консервы, спиртные напитки, сладости. Все, что угодно. Магазин просто потрясающий. Я делаю краткий обзор. Есть, возможно, и подарочные пакеты, наборы. И глаза разбегаются. Даже с кружечками, со всякими сладостями. И я даже не знаю, на чем остановиться. Потому что все настолько привлекательное. Вот, пожалуйста, горячий шоколад, цена. И всевозможные такие варианты горячего шоколада. То есть, вот эта палочка, ложечка деревянная с насадкой из шоколада опускается в горячий напиток. И растворяется. Получается горячий шоколад с разными вкусами. Шоколад в этом магазине считается одним из самых вкусных и качественных видов шоколада в Лионе. Я думаю, во всей Франции. Потому что этот магазин достаточно известный. Вот здесь возможны варианты шоколада с различными наполнителями. И пористый, и черный, и с добавками. И чего только нет. И я не знаю даже, что взять, что купить. Потому что выбор просто колоссальный. На любой вкус. На любой кошелек. Я считаю, что стоит того, чтобы приобрести этот шоколад. По крайней мере, это действительно очень качественный, хороший продукт. Но, кстати, здесь продаются не только сладости. Есть всевозможные паштеты. Есть спиртные напитки. Вот рядом прилавок находится с разными паштетами мясными. И я, например, нашла паштет с соком трюфеля. И я решила попробовать. Вот есть маленькие баночки, которые весят 90 граммов. Стоит 7 евро. А большая банка 250 граммов стоит 9 евро. Конечно же, выбор очевиден. Я беру такую баночку, чтобы попробовать. Здесь, кстати, шоколад прямо с молоточком. То есть его можно разбивать. И есть прямо такие кусочки аппетитные. Выглядят очень привлекательно. И посмотрите, какие шикарные наборы подарочные. И если кто-то хочет купить какой-нибудь презент, идя на праздник или подготовиться уже к Рождеству, то я думаю, что стоит заглянуть в этот магазин. Вот такие емкости со спиртными напитками всевозможные. Все рассказано, указано, из чего он состоит. Водка, водка везде написано. И если кому-то нужно налить определенный объем, то здесь, конечно же, есть куда наливать. Есть пузырьки специальные. Выглядят они очень привлекательно тоже. И вот такой подарочек тоже можно преподнести. Вот различные паштеты. И я ищу свой, который я заприметила. За 9 евро с 3% всего лишь трюфеля. Но я думаю, что эти 3% будут играть роль, потому что они дают аромат. И этого достаточно, чтобы придать особенный вкус обычному паштету. Вот здесь написано терин с соком черного трюфеля. Но это именно не ароматизатор, а натуральный сок черного трюфеля. Вот здесь указан состав, сколько процентов чего содержится. Ну что ж, я думаю, что я возьму эту баночку. Сейчас пока поставлю ее на место, чтобы посмотреть, что здесь есть еще. И к ней я обязательно вернусь. Я ее заприметила. Ну и кроме этого, конечно, баночки с любыми наполнителями. И солеными, и сладкими. И масло, и горчица. Настолько большой выбор. Но не даром этот магазин очень популярен, очень знаменит. И особенно к Рождеству он обычно заполнен покупателями. А сейчас он еще достаточно пустой. Этим нужно пользоваться, чтобы купить что-нибудь на ближайшие праздники. А сейчас я хочу показать, чем меня соблазнил муж. Вы знаете, он готовит редко, но метко. Он приготовил к моему приход вот такой десерт тирамису. Он его делает великолепно. Единственный минус, что он делает это очень редко. И я, конечно же, была потрясена. Потому что, во-первых, огромный. Посмотрите, насколько он больше моей руки. Да, мой муж знает, чем меня взять. А я, в свою очередь, готовлю ужин. Ужин у меня очень простой. Это вот такой соус. Он состоит из говяжьего фарша. Очень много лука-порея. Томатная паста с водой. Иначе будет слишком кисло. И я это перемешаю с пастой цельнозерновой муки. Я в последнее время обычно ее и использую. Она менее вредная. Единственное, что, конечно, вкус у нее немного непривычный. Чуть-чуть отдает как будто бы гречкой. Но дело привычки. По крайней мере, у нее больше пользы, чем в обычной белой пасте. Я думаю, что уже многие пробовали. Если пробовали, напишите мне, пожалуйста, как она вам. Мне очень понравилось. Выглядит она вот так. Есть разные варианты, разные формы. Я сегодня приготовлю бантики. С виду она такая непривлекательная. Но в итоге вкусная, полезная. Сверху посыпала тертым пармезаном. И получился вот такой хороший, простой ужин. И на любой вкус. Единственное, что я не добавляю никаких специй. Потому что мой муж не любит специи. Я уже добавляю себе в тарелку обычно специи. А теперь, друзья мои, я хочу похвастаться своей работой. Вот, посмотрите, пожалуйста, ко мне пришла наша родственница. Вот с такими ногтями. А ушла вот с такими. Я думаю, что это заслуживает лайка. Я сегодня решила напрашиваться на лайки. Сначала за тирамису, которая приготовил мой муж. Лайк для него. А теперь лайк для меня, пожалуйста. Потому что мне кажется, что работа получилась неплохая. Девушка очень довольна. И я тоже горжусь работой. Ну, вот так. Вот так прошла моя неделя. И сейчас я вам хочу показать парфюм, которым я пользуюсь осенью. На самом деле у меня парфюмов очень много. Порядка, наверное, 30. Я точно не помню и не считала. Но, по крайней мере, я когда-то вам показывала, что все заставлено. Вся полочка, такая вот обширная полка заставлена. Нашим парфюмом с мужем. Его левая сторона, моя правая. И он прибавляется и прибавляется. Я все время выбираю что-то по настроению, по состоянию души, по погоде. И сейчас я вам покажу 4 парфюмчика, которые у меня фавориты этой осени. То есть я думаю, что у всех есть свой какой-то любимый аромат. И это не значит, что он должен быть все время один. По мне, я все время меняюсь. Я все время меняюсь и в одежде, и в стиле, и в парфюмах, и в прическах. Вы же уже успели заметить. И мне это нравятся, эти перемены. И всегда это соответствует моему настроению. То есть я человек в этом отношении непостоянный. Итак, мой парфюм Obsession от Кельвина Кляйна. Я им пользуюсь только осенью. Как видите, он только у меня начат прошлой осенью. Аромат потрясающий. Именно для осени. Он такой теплый, немножечко с перчиком. Что-то отдает глинтвейнам. И вы знаете, он такой сладковатый. И в то же время горьковатый. И какой-то он, именно какой-то немножко винный. Такой аромат. И густой вот этот цвет, такой темный, янтарный, на меня тоже оказывает такое расслабляющее воздействие, действие. И мне хочется им пользоваться этой осенью. И особенно, когда идет дождь, и когда такая погодка романтичная, прохладная, то он просто великолепен. И я им начала пользоваться осенью. Потому что для лета он достаточно глубокий. Тяжеловатый, мне кажется. А именно, когда хочется тепла. Им можно и сьмой пользоваться. Он, на самом деле, очень классный. Правда, этот аромат вне сезона. Я им пользуюсь постоянно. И он достаточно стойкий. Но я не скажу, что прямо очень стойкий. Но я уже значительную часть парфюма этого использовала. Но что сказать о нем? Он хороший, классный аромат. Да, классный аромат. Сейчас, опять же, вы знаете, на шерсти, на материю всегда раскрывается парфюм. Больше, чем на коже. Мне такое чувство. Ну, это такой просто хороший, качественный аромат. Пахнет. Пахнет. Как сказать, чем пахнет? Наверное, пахнет счастьем, как я уже говорила. Да, действительно, запах счастья. Очень приятно. Вот этот аромат. Я уже покупаю второй флакон. Deep Red от Huga Boss. Он уже достаточно, такой, можно сказать, почти винтажный. Но он потрясающий. Он на меня наводит какое-то ощущение спокойствия, теплоты, окутанности, заботы. И, опять же, на шерсть давайте нанесем. Тоже счастье. У меня все парфюмы приносят какое-то счастье, ощущение какой-то радости. И вот этот парфюмчик Huga Deep Red мне очень нравится. Кстати, я вам недавно показывала, что я купила аромат от Zara, коллаборация с Jo Malone Ebony Wood. Во-первых, он очень разрекламирован. О нем многие писали, многие блогеры его покупали. Я решила его попробовать, потому что поддалась, во-первых, влиянию вот этого ажиотажа вокруг этой коллаборации. Jo Malone согласился сотрудничать с Zara, внес свою лепту, поделился своими идеями, своими компонентами, своими ароматами. И, во-первых, я поддалась вот этому ажиотажу, который присутствовал в магазине, когда я зашла и видела вот эту полку с ароматами коллаборации Jo Malone. Там было очень много людей, просто все-все смотрели, слушали этот аромат. И я, конечно же, взяла. Во-первых, я слышала об этом Ebony Wood. Я решила попробовать. И что я вам скажу? Что я, конечно, потрясена. Но на самом деле Jo Malone согласился сотрудничать с Zara. И Zara ему за это благодарна, потому что этот аромат действительно... За него не стыдно. За него не стыдно ни Jo Malone, ни Zara, потому что он глубокий, чувственный. Он такой немножко древесный, горьковатый какой-то... Даже трудно его передать. Какая-то гвоздика, горечь, дерево. И все вместе создает неповторимый аромат. И я вам скажу, что им хочется просто обливаться. Он действительно потрясающий. Так, давайте опять на шерсть. Он потрясающий. Он просто необычный. Он нестандартный. Я думаю, что сейчас очень многие поняли, что когда проходят коллаборации, нужно этим пользоваться, потому что стоит того. На самом деле, за 30 евро приобрести такой флакон, не нужно платить там 200-300 евро, и ваш аромат будет на уровне. И действительно. Я вообще к ароматам отношусь достаточно спокойно. Если мне нравится запах, то я не смотрю, что это, кто это. Коллаборация, не коллаборация. Мне нравится. Я хочу так пахнуть. Другое дело, конечно, косметика, кремы и так далее. Все-таки хочется иметь более качественную косметику. Я всегда смотрю, что я покупаю на компоненты, на составляющие. То есть вот это должно быть действительно хорошего уровня. А что касается ароматов, мне кажется, это просто настроение. Правда? Вот эти четыре аромата мне создают настроение. Мне они нравятся. Они все разноплановые, но у них есть одно общее. Это какое-то ощущение теплоты и защищенности, что нам необходимо осенью. Не так ли? И еще я хочу поделиться книгой, которую я начала читать. Вы знаете, тоже с той же целью, чтобы ощутить атмосферу осени, ощущение теплоты, ощущение успокоенности, потому что осенью хочется именно такого чувства. Мне так кажется. Мне не хочется читать какие-то там триллеры, какие-то тяжеловесные книги, а вот именно какое-то что-то с юмором, что-то легкое, что-то, что оставляет такой шлейф спокойствия и умиротворения для того, чтобы просто заснуть с какими-то приятными мыслями. И эта книга называется «Записки ательера». Вот такая прелесть. У нее очень интересные отзывы. И что пишут? Очень простая, разумная, трезвая, исключительно полезная книга. Редкий пример хорошего текста, совершенно не испорченного лишней литературщины. Что еще? Прелесть этой книги в ее реальности. Ведь каждая история не придумана, а взята из жизни. Можно смело брать эту книгу и снимать по ней сериал. Ну что ж, ну что ж. Вот еще Геннадий Хазанов написал. Очень советую отбросить всякие сомнения, купить книгу, которую сейчас держите в руках. А если уже купили, то обязательно найдите время ее прочесть. Я начала читать. Я прочитала где-то еще только одну, так-так-так-так, одну четверть, еще немного. И с удовольствием буду продолжать и советую. Пока что мне очень нравится. И книга действительно, я бы сказала, осенняя. Речь идет об историях, которые происходили в отеле. И истории разноплановые, интересные, где-то с юмором, где-то жизненные, где-то поучительные, поэтому очень-очень вам советую. Ну что ж, дорогие мои друзья, я надеюсь, что видео вам понравилось. Я на сегодня заканчиваю. Итак, всем хороших выходных. Сегодня суббота, завтра воскресенье. Я надеюсь, что вы проведете эти выходные с пользой и с удовольствием. Всем пока, до новых встреч! Суббота, завтра воскресенье. Суббота, завтра воскресенье. До новых встреч! Суббота, завтра воскресенье. Суббота, завтра воскресенье. Продолжение следует... Продолжение следует...